Сегодня хочу переделать ноготочки, сделать новое покрытие, не только на руках, но и на ногах, еще и педикюр сделать. Пока не решила, что именно будем делать, но у меня прямо сейчас, знаете, такое настроение что-то переделывать. Как всегда, захожу на Pinterest, листаю здесь, а потом делаю совершенно другое. Что-то вообще не похожее на это. Извиняюсь за посторонние звуки, у меня просто открыто окно, а на улице очень шумно. В общем, у меня вот такой вот аппарат для коррекции, он меня просто спасает. Очень мощный и быстрее снимает покрытие, нежели мой старый аппарат. Просто где-то 7-8 минут и готово. Ну и естественно, нахожу что-то из криминальной хроники. Раньше смотрела по следу монстра, а сейчас, кстати, этих видео уже нет. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, где можно найти эти видео, потому что они были безумно просто интересными. На снятие покрытия с обеих рук у меня ушло ровно 8 минут. Мне кажется, это очень быстро. Сейчас нужно придать форму. Особо сильно укорачивать ногти я не буду и супер максимально длинные тоже не люблю. Поэтому плюс-минус останется такая же длина. Маникюрчик у нас уже готов. Несмотря на длину, неважно, длинные ногти я делаю или короткие, всегда укрепляю их обязательно гелем. Так покрытие держится дольше, ногти получаются крепкими. В общем, можно не париться, ходить целый месяц. Ничего не сломается. Сейчас у меня в использовании два открытых келя. Оба от Runeil. Один вот такой вот белый, другой камуфлирующий. Я вот не знаю, какой использовать. Наверное, скорее в этот раз буду использовать белый, потому что покрытие, скорее всего, тоже будет какого-то светлого оттенка. Обычно после нанесения геля я не опиливаю. Но в этот раз хочу опилить и сделать идеальную форму. Такая красота у нас получается очень нежненько. Пришла на кухню делать себе чай. И, девочки, мне так нравится результат, так нежненько. Даже можно просто покрыть топом и готово. Надо в Инстаграме с вами посоветовать составить так или все-таки сделать дизайн. Никак не могу определиться с цветом, какой же цвет нанести. Вроде есть те, которые я ни разу не использовала. Можно что-то такое. А можно выбрать по палитре. Даже думаю, гораздо удобнее выбирать по палитре. Хочется что-то яркое, необычное. А вот что именно, понять не могу. Это новые гейлаки. Кстати, здесь не все выкрашены, потому что последний раз я купила еще два новых цвета. Их забыла покрасить. Хотя типсы у меня есть. Вот такие цвета. В общем, вот этот голубенький мне очень-очень нравится. Его можно сочетать с вот этим вот серебряным. Нанесла голубой гейлак просто в один слой. Посмотрите, какой красивый цвет. Можно даже еще один слой сверху добавить. Топ. И получится прям нежнятина. А что делать с остальными пальчиками, я пока не решила. Возможно, вам будет интересно, что за гейлак. Очень дешевый. Джефф в оттенке 0,45. Вот такой вот тюбик. Я решила использовать вот эту серебряную паталь. Она очень проста в применении. И у меня таких три. И здесь очень много. Когда я это закончу, сама не знаю. Я заказывала их на шейн. Мне кажется, это до конца моей жизни мне хватит. Просто один кусочек достаточно, чтобы получить вот такую красоту. Классный дизайн. Легко и просто. И в то же самое время очень нежненько смотрится. Вообще, изначально хотела сделать какой-то красивый дизайн. Но мне настолько нравится, как нежно, лаконично смотрится, что я боюсь испортить. Думаю, если приклею сразу, уже будет выглядеть что-то не то. Поэтому, наверное, оставлю прям так. И последний пальчик хочу сделать вот этим вот цветом. Не знаю даже. Или просто голубеньким сделать, или блестящим. А вот и результат. То, что у меня получилось. Мне кажется, очень нежненько и красиво. Надо такой же педикюр сделать себе. Моя вечная проблема. Я не умею правильно распределять время. Несмотря на то, что я встала сегодня в 7. Сделала маникюрчик. Я думала, что время еще останется на педикюр. Но, к сожалению, нет. Сегодня я собралась идти на завтрак. Я просто обожаю завтраки. Но у них есть один существенный минус для меня. В заведении в любое время ты не можешь заказать завтрак. Насколько я знаю, завтраки даются до часу дня. И мне надо успеть, учитывая, что время уже 11. А у меня еще мокрая голова. Нужно сделать макияж, переодеться. Доехать до места. Поэтому двигаемся со скоростью света. Я, конечно, не знаю. Возможно, в этом будет шарка. Потому что здесь рукава 3 четверти. Но мне очень нравится этот комбинезон. Я думаю, смотрелось бы куда лучше. Если бы ножки были загорелые шоколадного цвета. Но что поделать. Радуемся тому, что есть. Лесницы, конечно, это трэш полный. Наверное, сегодня поеду и сниму эти реснички. Надеюсь, что она будет в салоне. Ровно недельку я проходила с ними. И честно сказать, это не косяк мастера. Это чисто мой косяк. Я разговариваю по телефону и делаю вот так вот. И они выпадают, понятное дело. Еще смотрят в разные стороны. В общем, я для себя сделала вывод, что нарощенные ресницы это не для меня. Вчера увидела, мама купила такой органайзер. Она его купила для деревни, для ложек и вилок. Но мне он настолько понравился, что я решила его у мамы украсть. И хранить здесь кисточки. Мне кажется, очень удобно. Здесь можно хранить кисти. А здесь карандаши для губ. Вот. Хотя у меня органайзеры для кистей есть. Но мне это что-то очень понравилось. Сейчас у меня кисти хранятся вот в таких органайзерах. Тоже очень милые, красивые. У меня три такие штуки. Вот так вот они у меня смотрятся на открытой полочке. Под этот лук я решила взять вот эту лаковую сумочку. Она очень круто смотрится. Но единственный минус, что она безумно неудобная в носке. То есть здесь ничего не помещается. Вот так она открывается. И вот когда она открывается, все, что внутри, все вываливается на пол. Потом ты должна ползти и все это собирать с пола. Моя любимая часть украшения. У меня, правда, есть еще большая шкатулка. Но с ней неудобно. Хочу надеть вот это вот колечко. Мне оно очень нравится. И вот этот мой любимый браслет. На мое удивление, несмотря на то, что был будничный день, все равно в заведении были люди, которые завтракали. Я не перестаю этому удивляться. Это как будто только у меня свободная графика. Больше таких людей нет. Интересный здесь умывальник. Я, конечно, хотела посидеть на улице, потому что здесь было очень уютненько. Но на улице был ветер. И официанты сразу нам сказали, что будет очень пыльно, неудобно. Поэтому рекомендуем вам сесть внутри. Здесь и кондиционер, и удобно. Поэтому мы решили все-таки сесть здесь. Итак, что касается завтрака. Я просто обожаю завтраки. Но единственный момент, который мне не очень понравился, нам принесли вот этот сет. А все остальное принесли где-то через 15 минут. А хотелось сразу яишенку и все остальное. Сет был настолько большой. За 25 монат на 2 человека. Мне кажется, это супер бюджетно. Я, конечно, не знаю, может так и задуманно. Но мне бы было приятнее, если все абсолютно сразу принесли. И мы сели бы кушать в этот момент. Но нет, пришлось там ждать. И, можно сказать, некоторые даже блюда уже пришли в конце, когда мы уже наелись. Тем более мы зарезервировали заранее на конкретное время. Сказали, что мы будем. И было бы приятнее все это получить сразу. На мой взгляд, это небольшой такой минус. Но, опять же, возможно, кому-то так нравится больше. Я наелась, было все безумно вкусно, аппетитно, красиво. В общем, я в восторге была. Возвращаюсь к вам на следующий день. Или нет, через день возвращаюсь. Там надо точно посмотреть, точно не помню, но не суть. Сегодня я хочу вам рассказать, что же произошло с моей квартирой. Подписчики из Инстаграма давно, наверное, в курсе. Вы уже знаете все подробности. Но у меня есть очень много подписчиков, которые не подписаны на мой Инстаграм. И я хочу рассказать здесь в подробностях, что как было. Потому что в Инстаграме это немножко неудобно. Правда, состояние квартиры уже я вам там показала. И многие в курсе всего, что произошло. Хочу рассказать с самого, наверное, начала, чтобы вы понимали, как все произошло. И имели какое-то представление общее об этой картине. В общем, вчерашний день у меня начался изначально очень плохо. И когда у меня бывает такое, мне уже страшно представить, что же будет вечером. В общем, утро. Я потеряла 300 монат из-за своей тупости, связанной с налоговой. Ну, в общем, я не сильно расстроилась. Но начало дня было какое-то не очень, так скажем. В общем, кто не в курсе, у меня есть квартира, которую я сдаю. Которую я приобрела самостоятельно. И на протяжении уже где-то 7 месяцев там живут две девочки. Я очень была довольна ими. Все было хорошо. Они никогда ни на что не жаловались. У них никогда ничего не ломалось. Вроде как изначально оплата всегда была вовремя. И изначально, когда они заселялись, первое, что я им сказала, что мое самое главное условие, обязательно 5-го числа должна быть оплата. Если вы не оплачиваете, 6-го, 7-го числа вы выселяетесь. Почему я считаю, что так правильно? Потому что я видела на своем примере, на примере моих близких, знакомых, как бывают ситуации, когда люди, например, собираются съехать, живут дополнительно, например, два месяца или даже месяц. Говорят, что сейчас нет денег, вот мы съедем, обязательно ваши деньги отдадим. Там сумма, в принципе, небольшая. Ты сидишь, ждешь, проходит время. Ты, естественно, в это веришь. Проходит время. Они говорят, что сейчас не получается, потом заплатим. И так далее. Кормят тебя завтраками, а в конце тебя блокируют или просто игнорируют. В общем, такие ситуации сплошь и рядом. Поэтому нужно быть аккуратней. И именно поэтому первое мое самое главное условие было, что обязательно оплата должна быть 5-го числа. Если этого не происходит, вы должны съехать. Если честно, эту модель я видела, когда единственный раз в жизни я снимала квартиру, это лет 15 назад было. Тогда еще бабушка была жива. И, в общем, мы снимали квартиру. И 2-го числа каждого месяца приходил хозяин квартиры, стучался и говорил, дайте мои деньги. Если денег нету, завтра вы выселяетесь. И мы, в общем, свои дела так распланировали, что у нас никогда не было такого варианта, что у нас 2-го числа нет денег. И ему было это удобно, и нам было спокойно. То есть нас никто не выселяет, все замечательно. И, в общем, я девочкам тоже изначально сказала, что это мое условие. Обязательно вы должны 5-го числа заплатить. И первое время все было действительно замечательно, все было хорошо. Но уже под конец они опаздывали где-то на недельку, там на 3-4 дня. Я всегда старалась входить в положение. То есть они говорили, например, была какая-то операция, не знаю, проблемы со здоровьем. Я говорила, окей. Но в этот раз, в этом месяце немножко ситуация отличалась. 5-го числа, естественно, мне никто не заплатил. Прошла где-то неделя. И я решила все-таки написать. Отправила голосовое сообщение в WhatsApp, которое она прочитала и ничего не ответила. Я подумала, ну, может, времени не было. Я вообще очень не люблю, когда люди меня игнорируют. В любой ситуации я считаю, что нужно взять телефон и сказать что-то человеку. Игнор это максимальное неуважение. Но где-то прошло 2 дня. Она мне ничего не ответила. Я решила отправить еще одно голосовое сообщение. На что она написала, что сейчас она на операции. Она не может говорить. То есть она медик. И обязательно вечером, когда придет домой, мне перезвонит. Я сказала, окей. Прошло пару дней. И опять мне никто не перезвонил. Я уже начала переживать. Думаю, может, что-то произошло. У меня уже в голове тысячу мыслей. Я думаю, может, что-то произошло страшное. Она боится мне сказать. Не знаю, спалила квартиру. Не знаю, какой-то взрыв. Все, что угодно. Я уже начала нервничать. И каждые полчаса звоню. Звонила где-то 5-7 раз. Никто не взял трубку. И я уже нашла номер второй девушки. Я же сдавала двум девушкам. И всегда у меня контакт был с одной. А со второй мы особо так не общались. Я решила написать второй. Вторая мне ответила, что я уже давно там не живу. И я поняла, что мне нужно иметь дело только, получается, с одной. А я даже не знаю, что уже там одна не живет. В общем, я без понятия, что там происходит. За эти 6, нет, 7 месяцев я ни разу не была на своей квартире. И это мой косяк. В следующий раз я такой не допущу. В месяц один раз обязательно. Я буду идти на свою квартиру и смотреть, как там стоят дела. Как там мебель, пол, потолок. Все ли на месте или нет. Или в крайнем случае, если у меня на это не будет времени, то есть мама этим будет заниматься. Мама вообще рекомендует все эти обязанности диригировать на нее, чтобы я этим вообще не занималась и не парилась. У меня было больше свободного времени снимать для вас контент и больше работать. С одной стороны, это логично. Тем более, я в таких вещах, знаете, очень мягкий человек. Я не умею с людьми ругаться, не умею жестко говорить свою позицию, отстаивать свои границы и так далее. В этом плане, мама у меня, ух, молодец. Ну, в общем, человек меня всячески игнорирует. Я понимаю, что она уже с этой девушкой не живет там. Девушка съехала, она получается там одна. Я уже решила позвонить коменданту и спросить, если бы там был бы какой-то несчастный случай. Наверняка комендант бы об этом знал. Комендант, на удивление, сразу взял трубку, сразу узнал, кто я. И говорит, вы знаете, у меня есть ее номер, я сейчас сам ей позвоню. И он ей позвонил, и уже после звонка коменданта, она решила мне написать сообщение в WhatsApp, что вот у меня никак не получается с оплатой, поэтому мне уже стыдно каждый раз у вас брать отсрочку. Вот, я вам обязательно заплачу сегодня. Я говорю, что в первую очередь не брать трубку, это огромное неуважение ко мне. Как бы там ни было, возьми телефон, скажу, что дела обстоят вот так, вот так. Я в любом случае пойму или найдем какое-то решение, но игнорировать это очень некрасиво. И у меня, вы знаете, в голове тысячи мыслей разных. В общем, она сказала, что все хорошо, другая девушка съехала, именно поэтому для нее теперь сложно платить такую сумму. Но она обязательно найдет другую девушку, съезжать она оттуда не собирается ни в коем случае. И обязательно она там останется. В общем, вот такой вот разговор был между нами. Прошло еще два дня, оплата не поступила, и мама начала немножко нервничать, потому что мы хотим поехать в деревню, и нужно как-то понять, что происходит. И после вот этого игнора у меня как-то пропало доверие к человеку. Я не понимаю, что у нее на уме, что она собирается делать и так далее. И в общем, мама говорит, не предупреждая их абсолютно, я пойду их навещу. Как раз посмотрю, в каком состоянии квартира, как они живут и так далее. Но не надо им об этом говорить. И мама где-то часика 8 решила пойти на мою квартиру. Я уже была дома, и уже от слов мамы вам пересказываю, как там стояли дела. В общем, мама пошла, постучалась там, она говорит, минут где-то 5-7 стояла, стучала. И никто ей не открыл дверь. Потом она перешла в ту часть, где балкон, в общем там. И решила набрать этой девушке и позвонить, спросить, где же она. И в этот момент, когда она искала номер, кто-то вышел из лифта и начал открывать дверь. И посмотрите на это совпадение. Как же повезло. Мама оказалась в нужное время, в нужном месте. И в этот момент, когда она открывает дверь, опля, подошла мама и говорит, здравствуйте, а я к вам. И девушка совершенно не знакомая, не та девушка, которой мы сдавали квартиру. В общем, ключами она открыла, и мама с этой девушкой зашли в квартиру и были просто в шоке от состояния квартиры. Вы уже видели наверняка. Понятное дело, что видео не совсем передает, насколько там грязно, какой там хаос стоит. Ну ладно, грязно, хаос, это я поняла. Окей, кое-что в ужасном состоянии, что-то нужно будет поменять. Это все окей. Но меня смутило то, что уже вещей в квартире не было. То есть там не было уже ни одной ценной вещи. Осталось кое-что, кое-где. То есть одежды не было, косметики не было, техники не было. В общем, ничего нет в квартире. Все, что было в холодильнике, вынули, положили на стол. И вот было такое ощущение, что в квартире последние штрихи, вот сейчас последние соберут, и люди оттуда выезжают. То есть если бы, скорее всего, мы в этот день туда не приехали, они бы пришли с подружкой вдвоем, забрали бы последние вещи, которые там лежали, и, скорее всего, до свидания. То есть если ты собираешься переезжать, то ты можешь просто сказать, что, вы знаете, я вот такого-то числа выезжаю, я вам отдам деньги за эти дни и найду себе другую недвижимость. К примеру, да? Ты мне говоришь, что я вот-вот тебе заплачу, и в то же самое время вывозишь вещи из квартиры. Насколько это логично? У меня в голове просто одна мысль, что человек просто хотел меня кинуть, но мы оказались в нужное время, в нужном месте, поэтому это не произошло. И, в общем, девушка, которая открыла дверь, с мамой беседует, и она говорит, я вообще никакого отношения к этой квартире не имею, я просто пришла забрать свои вещи. В этот момент мама звонит мне и говорит, приезжай, сама посмотри, сама решай, что делать. В общем, я прихожу на свою квартиру, вижу действительно очень печальную картину, которую вам сейчас демонстрирую, действительно не в таком состоянии я сдавала квартиру, она была чистая, аккуратная. Газ, например, уже был в блоке, в газе использовано абсолютно все, уже горячей воды нету, комби стоит на офф. То есть видно было, что люди просто оттуда выезжают, то есть она не стала загружать на газ деньги, просто потому что она уже не собирается там жить. А на минуточку, когда я сдавала квартиру, на газе было 15 мат дополнительных денег, плюс не было моих стаканов и кое-чего, ну, в общем, это все мелочи на самом деле. Мы сидели с мамой и уже рассматривали квартиру, я немножко подсняла, позвонили этой девушке и говорим, приезжай. Она говорит, ой, я сейчас, говорит, приехать не смогу, я приеду где-то через 2 часа. Я говорю, да даже если ты утром приедешь, мы тебя здесь ждем. В общем, изначально у меня в голове была мысль, что она вообще не приедет, а с другой стороны там не такая крупная сумма, из-за которой стоит делать такие конфликты и так далее. И в конце, наконец-то, эта девушка приехала. Мы сели, обсудили, поговорили, и вы бы видели эту девушку, ребят. Она настолько ухоженная, настолько красивая. В инстаграме вот есть такие чекули, красотки такие, загорелый, ухоженный маникюр, педикюр, ресницы, сделанный носик. Прямо, знаете, как с обложки. Вот ты смотришь на нее и думаешь, блин, она стопудово очень аккуратная, очень прилежная, ответственная. В общем, ты на нее смотришь и думаешь, блин, этой девушке точно можно сдать квартиру, и она стопудово будет все держать в чистоте, в уюте и так далее. То есть, действительно, девушка очень ухоженная, красивая. Если я была парнем, мне бы она безумно обязательно понравилась. Вот действительно, выбрала на свой вкус. Сейчас у меня села зарядка, я поставила на зарядку, и прошло буквально 15 минут. И, в общем, мы с вами продолжаем. Не совсем помню, на чем мы с вами остановились. Ну, в общем, девушка пришла, наконец-то. Мы посчитали деньги, сколько она мне должна. Плюс еще я посмотрела, сколько она должна за свет, за воду, газ. В общем, все это приплюсовали. И она мне отдала деньги. Правда, она не сразу хотела, она сказала, что я потом отдам. Потом она нашла все-таки деньги и отдала денежки мне. И, в общем, сегодня мама идет где-то в час или в два уже забирать ключи. Они должны уже там убраться. Вообще, клининг должен убраться. В общем, там мораль басни такова. Не стоит прям так слепо доверять людям. Нужно ходить, проверять, выяснять. И, возможно, если мы решили бы их навестить пару дней потом, возможно, мы бы там никого и не нашли. Такой исход ситуации тоже возможен. Когда я выложила это все в инстаграм, я получила такую колоссальную просто поддержку. Столько людей мне писали, что ты такая хорошая, тебе попадаются плохие люди и так далее. Но, честно сказать вам, я не могу сказать, что я прям так сильно расстроена. Нет. Мебель на месте, самая главная кухня в нормальном состоянии. Но более-менее относительно. То есть специально никто ничего не ломал. То есть, мне кажется, меня просто хотели кинуть, но специально сделать что-то плохое такого умысла, на мой взгляд, не было. Любая проблема, если она материальная, ее можно решить с помощью денег. Даже если меня бы кинули на деньги или что-то сломали, если это можно починить, купить, восстановить, то это уже не проблема, поверьте мне. Нужно это осознавать, к жизни относиться проще, потому что жизнь прекрасна. Я вот живу в этом мире и радуюсь каждому дню реально. Я радуюсь тому, что я просыпаюсь, смотрю на облака, покупаю себе какие-то новые вещи, у меня есть возможность это купить. Когда я хочу, я просыпаюсь. Когда я хочу, я засыпаю. А не знаю, включаю кондиционер, кушаю огурчик, кушаю что-то вкусное. Вам покажется это действительно бредом, но я так отношусь к жизни, и это действительно так. То есть для меня материальные какие-то проблемы никогда в жизни не были проблемами. Я из-за этого абсолютно не расстраиваюсь. Мое настроение портится очень редко и из-за существенных проблем. Поэтому не переживайте за меня. Все замечательно, все это опыт. И ничего такого глобального не произошло. Все вовремя предотвратили. Мама очень часто говорит о том, что я бесчувственная, безэмоциональная абсолютно. Ко многим вещам отношусь слишком просто. И нервничаю там, где действительно нужно нервничать. Но я считаю, что это как раз-таки мудрость. Как бы это, возможно, не звучало. То есть может это звучит, что я сама себя хвалю. Но я на самом деле такой человек. И, к сожалению, видео это не передает. Вот вы смотрите мои видео, но вы не знаете, какой я человек на самом деле. Я не повысила голос. Мы абсолютно не ругались с этими девчонками. То есть я толерантно, максимально этично объяснила ситуацию. И меня поняли. То есть у нас не было никаких словесных перепалок, оскорблений в адрес друг друга. И так далее. Я никогда эту грань не перехожу в любой ситуации. То есть стараюсь держать марку. Никогда не перехожу на эмоции. Иногда, когда я смотрю, люди на дороге устраивают такие скандалы. Особенно женщины бросаются на мужчин из-за того, что кто-то ей там не уступил и так далее. Кто-то ее подрезал. Я как-то очень просто к этому ко всему отношусь. Поэтому мама считает меня таким, знаете, каменным человеком. Но я при этом, при всем, очень счастливая. На этом все, мои хорошие. Я надеюсь, что я вам рассказал. Очень длинно получилось. Действительно, я не знаю, будете ли вы смотреть от начала до конца. Но надеюсь, что посмотрите. Всех люблю, целую. И на этом, наверное, я буду завершать. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Если вы хотите быть в курсе всех событий моей жизни в реальном времени, давать мне какие-то советы. Я очень часто общаюсь со своими подписчиками именно в инстаграме. Отвечаю на сообщения. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылочка будет внизу в описании под видео. Я прописана там также. Айка Эмили. Всех люблю. Пока!